В эфире специальный выпуск новостей канала ННТ. Здравствуйте! Сегодня все события посвящены одному из главных праздников в жизни мусульман Ид Аль-Фитр Ураза Байран. Как его отметили в республике, расскажу вам я, Булла Ахмедова и наши корреспонденты. Субтитры создавал DimaTorzok И начнем выпуск с поздравления главы Дагестана Сергея Меликова. В своей речи руководитель региона отметил значимость Ураза Байран, подчеркнув, что это в первую очередь праздник, стимволизирующий очищение души и стремление к нравственному совершенствованию. И самое главное, месяц Рамадан смог объединить дагестанцев. Поздравляю вас с праздником Ураза Байран. Завершился священный месяц Рамадан. Все эти дни верующие постились, старались проводить больше времени в молитвах к Всевышнему и совершать добрые дела. Это месяц, который помогал нам быть более терпеливыми, взглянуть по-новому на светлые идеалы добра и милосердия, ценить время, проведенное с родными и близкими. И сегодня мы встречаем светлый праздник Ураза Байрам не только богатым и щедрым застольем, но и добрыми начинаниями, проявлением внимания и сострадания к тем, кто нуждается в поддержке. Сохранение этих ценностей во все времена помогало многонациональному народу Дагестана противостоять угрозам и вызовам, решать задачи развития республики и всей страны. Большого уважения заслуживает принципиальная позиция муфтията Дагестана, которая твердо противостоит попыткам разного рода экстремистов извратить ценности ислама, посеять семена вражды и нетерпимых. Как и принято, праздничный день в столице Дагестана начался с праздничного намаза в Центральной Джума-Мечети Махачкалы, куда пришли тысячи верующих. Торжественное богослужение посетила и наша съемочная бригада. Слово Курбан Рагимова. С шести утра с минаретов звучат такбиром. Верующие прибывают на праздничный намаз заблаговременно. Пока одни выплачивают закат ульфитр, другие спешат занять первые ряды. Свой день с молитвы в Центральной Джума-Мечети Махачкалы начали порядка 10 тысяч человек. В проповедях богословы напомнили о достоинствах и важности праздника Ураза-Байрам. Целый месяц мусульмане держали пост, отказывали себе в воде и еде. За стол садились только после захода солнца, а с его восходом пить и есть верующим снова было запрещено. После молитвы никто не торопится покидать территорию мечети. Для многих это место встречи и общения. Наступление праздника вызывает у мусульман двоякие чувства – чувства радости и грусти. Расставаться с любимым месяцем нелегко, но праздник Ураза-Байрам, признаются многие, они ждали с нетерпением. Этот и еще несколько дней у верующих расписаны буквально по часам. Сегодня, ну, первые половины дня, это, естественно, детвора, потом соседи проходят, мы посещаем друг друга, вот, день проходит так. Ну, я как немножко старший на нашей улице, будут, наверное, ко мне. Завтрашний день уделю я родителям, матери пойду, родственникам близким, более старшим людям. То есть посетить родственников, соседей, знакомых – это богоугодное дело. И обрадовать сердце человека – это как обрадовать весь мир. Готовились к нему давно, месяц прошел незаметно. Дай Аллах, чтобы и в следующем году у нас была возможность, были в здравии, чтобы мы могли такие мероприятия посещать, говорить о хорошем и делать только хорошие поступки. Когда Рамадан начинается, мы все радостные бываем, да, что Рамадан начался, что есть у нас время искупления грехов. Там, Аллах милостивый к нам, да, даже Рамадан месяц, да, к нам посылает, чтобы мы в этот месяц наши грехи простились. А когда он уходит, мы расстраиваемся, то, что мы опять вернемся, как бы, да, к обычной жизни, да. И вот с иманом, то, что мы зарядились здесь, так же продолжать в течение года, так же приходить на утреннюю молитву, мечеть, так же делать садаха, так же поклоняться Всевышнему, как и в Рамадан, так же вовремя совершать намазы, делать благие деяния и быть дружными, быть сплоченными, как единый кулак, не разделяться, иншаллах. И мусульмане должны быть едины, если мы едины, то мы сильнее. Конечно, грустно, потому что это хороший день месяц был, потому что Аллах отдает, у Джора сам отдает, для себя же мы делаем, для Аллаха же делаем, он сказал, это для меня делает. Вот это же поздравление, это же самое хорошее деяние, потому что мы ребятам тоже делаем и телом тоже поклоняемся Аллаху. Вот это самое прекрасное и самое хорошее деяние. Для меня, наверное, месяц Рамадан главное событие в году, так как происходит перепрошивка моральная, физическая. И праздник тоже имеет, конечно, свою ценность. Будем ходить к родственникам, будем раздавать садаха, будем раздавать детям конфеты, посетим всех своих родственников, односельчан, соседей. Да, ты знаешь, вот как во время хаджи или во время умры, вот был там, вернулся, бывает такое ощущение, что ты не все взял оттуда, да. Хочется еще там остаться, еще сделать там ибадат, помолиться. То же самое во время Рамадана. Такое ощущение бывает, что ты мог бы сделать больше, но не сделал, да, из-за своей лени, из-за так вот такие ощущения. Я надеюсь, что этот праздник принесет нам единение, согласие, мира во всем мире, всех благ, удачи, чтобы все было прекрасно в нашей жизни. Дай Аллах всем здоровья, дай Аллах всем здоровья, чтобы наше поклонение было принято тысячи крат. В зависимости от нашего намерения, иншаллах всем мусульмане с чистыми намерениями, мира, добра на земле, чтобы вот это зуму и вот это от мусульман, священный Аллах отдалил. Напомним, в Дагестане в честь праздника было объявлено о трех выходных днях. С учетом субботы и воскресенья жители региона смогут отдыхать пять дней подряд. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Подобные праздничные молитвы проходили во всех мечетях республики. В том числе муфтий Дагестана шейх Ахмат Афанди принял участие в коллективной молитве в мечети имени шейха Абдулхамиды Исупова в Махачкале. По традиции, после праздничной молитвы духовного лидера посетили представители власти, общественники, именитые спортсмены и простые люди. Сотни мусульман пришли к муфтии республики, чтобы поздравить его с одним из главных праздников. Продолжение темы – сюжет Хамзу Нурмагомедова. В этот праздничный день муфтия Дагестана шейх Ахмад Афанди посещает сотни людей с разных рукавков республики. Среди них, конечно же, представители региональной власти, религиозные деятели, научные интеллигенции, общественники, спортсмены, специалисты разных сфер деятельности. Сегодня, в этот праздничный день, мы в первую очередь пришли поздравить нашего главного, уважаемого человека, муфтия республики Ахмад Аджи. Со всеми ректорами, со всеми руководителями сферы образования сегодня посетили, поздравили муфтия. Муфтий очень теплые слова тоже передал и в адрес педагогов, и в адрес всех работников сферы образования. От души их поздравил, пожелал людского счастья, благополучия. Очень теплая встреча прошла. Мы заходим для того, чтобы поздравить его, пожелать ему здоровья, благополучия, чтобы он в своей семье и для народа, то, что он делает, чтобы он дальше это все мог делать, здоровья ему желаем. На самом деле, сегодня люди, непростые времена мы проживаем. Это время нам нужно, и наставление нужно, чтобы люди знали, что наши братья, которые сейчас страдают, чтобы им, чтобы мы могли в мечетях делать. И вот такие наставления нам нужны, людям нужны. Сегодня я вижу, тысячами людей приходят к нашему муфтию Ахмаду Афанди. Видно, как наш Ахмаду Афанди, народ любит его, ценит, уважает. Я это считаю, потому что Ахмад Афанди объединяет вместе с Дагестаном и не дает, чтобы было смутно. Вот самая главная причина. Вот поэтому нашего муфтия любит, ценит. Опять-таки, народ доказал сегодня. После намаза мы все едем в муфтию в первую очередь. Дальше уже будем по друзьям ездить, поздравлять всех. Рамадан в этом году удивительный, быстро прошло. Мне все друзья то же самое говорят, вообще очень быстро прошло. А сегодняшний день, вот наши друзья, со всеми друзьями будем ездить каждому. У нас очень много этих картинок хороших бывает. Без угощения в доме муфтия в этот день не остается никто. То взрослые вместе трапезничают, а дети при этом получают различные подарки и сладости. Как вы видите, сзади меня очень много людей. Постоянно люди приходят, такой поток непрерывный. И кто бы ни пришел, его усаживают за стол, как дома. То есть ничем не уступает этот стол. Кормят, ухаживают. Спокойно, не спеша, каждый перекусывает, видит братьев. То есть вот такая атмосфера приятная здесь. Пользуясь случаем, убедительная просьба, да, не думать сегодня больше о еде, а постараться вот максимально побольше посетить близких родственников и друзей. То есть сегодня такая прекрасная площадка, шанс наладить братские родственные узы. Вспомнить, кто на нас немного обижен, с нами не разговаривает, позвонить хотя бы, поздравить. А если получается, пойти в гости, обязательно взять с собой детей, чтобы они тоже видели, практиковали, да, вот такой живой контакт, а не телефоны. В этом году Дагестан отмечает этот праздник в один день, 10 апреля. Пусть этот светлый день принесет радость в каждый дом. Хамз Нурмагамидов, Халида Ахмайев, телеканал ННТ, Махачкала. Детский гомон с самого утра у дверей – еще один важный символ праздника. Угощать детей сладостями – одна из самых приятных традиций у Розабайрам в Дагестане. Атмосферное видео с разных сел и городов, счастливых детей с переполненными пакетами – привычная картина священного дня. На этом я с вами прощаюсь. Канал ННТ присоединяется ко всем поздравлениям с праздником Ид Альфитр. Пусть Всевышний примет ваши посты, намазы, дуа и благие деяния. Здоровья, счастья вам и вашим семьям. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok